Кажется, что среди трех номинантов на вылет перемогла самая красивая. Да, да. Потому что моя самая красивейшая за версию журнала «Вива». Нет, апрель не красивая, апрель талантливая. А вот. Рассказывайте в двух словах, что вы делаете? Что случилось? Мы попали в номинацию. Да. Но вы набрали наибольшую количество зерок, насколько я понимаю. Ну да, да. Мы набрали шесть. И шесть? Шесть. А Борьи жодной не дали. А Борьи ни одной. Тепер это реформа в Министерстве освіти. Тепер дети будут в первом классе думать, что один – это больше, чем шесть. Нулька вариант. Нулька – это больше, чем шесть. Нам просто интересно, какая аргументация была в читании в журе. Я так понимаю, что если у вас было по шесть, то Боря мог вылететь. Но Боря не вылетел, Боря остался, вылетели вы. Что случилось? Я не знаю. Мы не знаем. На сцене, на самом деле, было просто очень плохо слышно. Мы не слышали, что они говорили. Ну, кто узвучился? Просто Маша не сам узвучился. Маша говорила, и так вылетают две девочки. Эээ, две мальчика-девочка. А потом, нет, мальчика-девочка другие. А потом, все вылетают. Эээ! Ну, как бы, все были понятны. Эээ! 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 Иди сюда, иди сюда, и на Одессу. Наоборот, вы знаете, это такая возможность показать себя еще раз, преподнести людям. Мы обычно поем в дуэтах, а тут мы сами вышли, а компель нас пели. Это просто спасибо новому каналу за такую возможность показать себя и подарить тепло людям. Тут очень много схвальных языков про твою работу в фабрице «Суперфинале». Мы так же поддивились, что ты опинился в числе первых, кто покинал этот проект. И члени жюри, и вообще так, тусовка навколо фабричная, кажут, что ты выросла сейчас, потому что в последний час мы тебя знаем как ты леведущая. А что такое, что-то изменилось? Чему вот так произошло? Что случилось? Я не знаю, на певный час немного прошло, после того, как и дуэт распался, я уверена, что в себе была. И «Суперфинал», он действительно много моих мрений. Я всегда мечтала выступить перед Костю Меладзе. Напевно, оно меня так же акумуляло. Мне хотелось бы быть еще яскравее, чем я была раньше. И на первой фабрице мне не пощастило ни разу выступить с балетом «Фридом». А на этой фабрице мне не удалось и ни разу. И я очень дякую им за то, что они есть, просто Елене Кулиденко и вообще всей творчей команде, которая делает этот проект, реально очень шикарно, очень круто. И так хотелось там Тома повариться еще дольше, но если так стало, что блондинки у нас сегодня рулят. Цибулька, тебе люди намалювали. А что я в окулярах? Мне это притула. Вот это притула. С гусами, с гусами. Готовый клип. Можно? Это оно? Это оно! Господи! Это вот завтра презентация, ну, теперь сегодня презентация нашего нового клипа в платье. Слушай, молодцы, круть! Это еще такой крут! Ты дежурная? А, это там была фотосессия, где хлопцы были в детях, как команда? Да, была сюда сессия. Это для вас специально? Это специально для нас, да. Мы взяли эти фотографии парней в платьях. Какие? Витька, броняешь. Моя радость. Ой, круто. Владька. Владька заробороду отпустил, взрослый на себя неподимный. Смотри, на этот клип у вас практически все равно. Я теперь потоп, а пацаны вважать будут реально из района. Еще больше. Кино и не все. Я понятному не все. Слухай, дуряче. Так нет, его теперь будут любить не только женщины, но и пацаны. Я про, 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 про мужчин. Про мужчин, про мужчин, как таких. Регина, мне мальчик в детском саду сказал, Регина, я тебя люблю и отписался. Мужчины писают, когда любят меня. Ты представляешь, что ты с другом? Регина, ты твоими устами. Брака сапитания Регины, якогось хлопчика в ЗАГСе. Скажи, а, скажи, чи берете ли вы ее за жену? Беру. Молодята, может поцеловать. Я люблю тебя. Я такой бывал, он уже маленький был. Сколько уроков было? Бо мне там тогда было по три или по четыре. Я люблю тебя. Ну, 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 если от тебя даже в таком весе хлопцей жить, то значит, ты не хритала. За речи, про платья. Вчера Аня Лорак сказала, что у меня было очень приховане платья. Не таке секси, потому что мне хотелось больше вырезок и хотелось покороче. А вчера очень много человек до меня подошло и сказали, что женщины настолько сейчас раздягнены, что нам так было добре от того, что она такая импозантная и эротичная, и вот она справжняя родина. Санечка, я носу книжнюю, так разумеется, мне просто интересно, а не Лорак там что-то было? А она в жюри у нас была. Да, и, до речи, я за день до этого была на ее сольном концерте, и было дуже круто. Нет, она классно спела. Классно. Так, что далее? Ну, с тобой, зрозуміло, ты далее в Риал-О, проекте. Назад. Ты будешь что издевать, у нас есть платья, у нас есть чуваки, которые ходят в платьях. Я вообще призываю вас всех надевать платья. Да, добре. Теперь всегда в эфире платья. Да, платья. Не провокойся, не буди в ньому звери. Болюсь, скажи, после фабрики Суперфинал, что далее? Ну, то есть, телеведущая остается. Телеведущая остается, будем встретиться на новом канале. Я работаю на русском радио, так что все будет хорошо. Будем встретиться в эфире. Так, я веду новини шоу-бизнеса в золотом грамофоне и линейный эфир по выходным. И после фабрики Суперфинал 100% будет записана какая-то песня. И дасть Бог, скоро. А после у вас ничего не обещал? Ну, он еще спит 8-го дня.